Ребятки, всем привет! Сегодня был на выставке, на выставке голубей. Там была смежная и выставка, и ярмарка голубей. Голубей было очень много, общения было очень много. Наобщался с голубеводами, очень было много знакомств. Взял несколько номеров телефонов, которые ребята здесь гоняют, держат птицу. И так как было очень много общения, очень много голубей, разобью видео на несколько частей. Просто для того, чтобы как-то скомпоновать именно интересные моменты и не очень. Выставка проходила в Москве, спортивный комплекс ЦСКА. Выставка была организована в честь Ворольна Владимира Сергеевича. В прошлом году его не стало, к сожалению, этого человека я не знал. лично не общался. В общем, выставка получилась очень, мне кажется, зачетная. Было очень много птицы, и все было классно. Ну, а дальше смотрим. Вот, ребятки, народу просто тьма. Голубей тоже. И Голубеводов тоже тьма. Там ажиотаж возле широкохвостых бакинских. Вот снизу стоит вольерчик тоже широкохвостый. Там по-быстрому пробежался. Там отдельно есть павильон. Там чисто выставка. Ну, туда, может быть, попаду позже. С сумкой туда не пускаю. Так, народы здесь. А там продают минерал. Минерал по фармакологии. Вот там знаменитая блогерша. Вот она за стеклом. Тоже своя продукция какая-то. Так. Это орловские белые турманы. Красавцы. Внизу сидят черно-пеги и турманы. Красные турманы. Бакинская птица. Мраморная. Здесь почта. Пермская птица. Пермская птица. Высоколётные. Высоколётные. Чуть-чуть у них с ума заходит. Мичуринский. Это мичуринский, да, у вас? Смотря кто. Вот чайки, да, да. В принципе, русский мичуринский, да. А в какую цену вот этот голубок? 5 рублей. Спасибо. Нужен? Я так узнаю просто. Я журналисту договоримся. Это, блин, средняя, не очень дорогая. Я просто сам узбекскую птицу держу. И вот, ну для меня они как бы практически одинаковые. Вот я смотрю на турманов. Вот это орловский турман, да, я так понял? И, ну, отличия особо не вижу. Ну, а узбеков, скажем, их же вывели. То есть, от узбеков осталась одна косма и чуб. По декоративной части, да, там турманов бивали. Да, да, да. Там всё правильно, да. Изначально узбекские такие не были, средние. Ну, да, да, да. Нет их сделок. По этому разницы никакой нет. Ну, я, кстати, держу вот именно таких, как говорят, старопородных, которые ещё с боем, с лётом и всё остальное. Просто смысл, если уже выведена, ну, как бы порода, да, такая вот, допустим, та же самая орловская, чем она хуже узбеков? Ну, только там космы нету. Ну, захотелось узбекам сделать. Да, да мало того, они ещё ещё кусаются этим, с евразийцами. Спорят. Ну, это... Да, спорят, чьи они больше. Да, я понял. А что вы спорите? Ну, да, 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 есть такое. ладно спасибо серёг ну что широко хвостый бакинский а а а а и и и и и и Тоже кого-нибудь короткий был. Садится на голову. Миша головной. Николаевский. Садится на голову. 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok